Несмотря на то, что саммит мира уже история, волны идут и в частности волны по поводу того, что вот кто-то ожидает и кто-то говорит о саммите мира 2 и говорят о каких-то переговорах о том, что вот обязательно саммит мира 2, он закончится каким-то, какими-то на нем будет то ли Путин, то ли его представители, в конечном итоге это закончится каким-то миром, перемирием или остановкой войны. Как вы считаете, это все вообще полностью миф или за этим есть какая-то реальность? Ну, во всяком случае, я пока не вижу серьезных предпосылок для подобных надежд. Пока. То есть мы допускаем, что публичных их нет, это очевидно, потому что Путин в канун саммита мира озвучил свой план, который неприемлемый, именно так на него отреагировали большинство и не очень понятно, когда что обсуждать. То, что Путин предлагает в качестве предварительной меры, обязательного условия, начало таких переговоров является неприемлемым ни с какой точки зрения, ни с точки зрения интереса, а с точки зрения, прежде всего, международного права и всего, что предполагает саммит по формуле мира. Второе. Да, мы подразумеваем под этим некий конфиденциальный уровень переговоров, который, видимо, имеет место, и убеждение Путина вовлечься в какой-то из форматов, который предлагается. Я хочу сказать, что этот формат, он обширный и альтернативный, так сказать, стамбульской площадке, но проблема в том, что именно там он имеет меньшинство, он и там и не имеет влияния, которое ему необходимо для того, чтобы навязывать интересные Путину самому решения. И конфиденциальные все эти попытки его раскачать на участие, они ведь пока результаты не дали. Потому что, судите сами, озвученный публичный план, он более радикален, чем то, что публиковал МИД в свое время. Ну, не раз, кстати. Условия вот этих геополитических реалий на Земле. То есть, он минимум как разница в том, что он предлагает фактически оставить все четыре территории украинских, я имею в виду Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую области, до административных их границ, выведя оттуда украинские войска. По меньшей мере, это выглядит безумием, потому что это своя территория, принадлежащая Украине, и оттуда предлагается выводить украинские войска, как предварительные условия переговоров, наряду с отказом от членства НАТО и отменой всех санкций. А мне вот интересно просто, а о чем туда вести переговоры? Это ключевой их предмет. Ну, о чем? Об отказе, чтобы еще и Украина от репараций отказалась, о том, что демилитаризовать украинскую армию, оставив 80 тысяч пистолетов. Там, извините, пожалуйста, там было сказано еще и плюс, демилитаризация, деноцификация. То есть, на самом деле, акт о полной окончательной капитуляции Украины, а потом, после того, как Украина встанет на колени, значит, Запад покается и принесет свои извинения. После этого начнем какие-то переговоры после акта капитуляции Украины. Может выиграть Трамп, и там вообще непонятно вся инициатива со Швейцарией, куда она пойдет. А может, так сказать, победить тот же Байден и на втором своем сроке, это последняя его каденция, для него, может быть, не так остро будет вопрос стать переизбранием, мягко говоря, не переизбираться. И он может позицию ужесточить. Ну, так логически это выводить. Формальная логика нам такой путь подсказывает. И тогда вообще уговаривание Москвы принять участие в таком мирном саммите потеряет актуальность. Может такое быть? Ну, нельзя исключать. Может такое быть. Я просто из того обнадеживающего, как кажется, так сказать, и обсуждается экспертами, услышал только заявление. Два. Первое, это самых организаторов швейцарского саммита о том, что они хотят провести новый раунд саммита до ноябрьских выборов в США. Я не очень понимаю, зачем это делать, потому что выборы могут перечеркнуть его решение. Б. Это, ну, частично заявление Кулеба, которое отзывается на желание некоторых участников саммита, министра иностранных дел Украины, что, ну, типа, конечно, Россия следовало бы принять, и мы заинтересованы, что Россия приняла бы участие в саммите, начав переговоры хотя бы по каким-то вопросам. Насколько я понимаю, готовы идти на компромисс. А давайте вот позерновать сделать. Хотя бы. И вот прогресс. Что хочет швейцарский саммит, и что, в общем, на что согласна Украина? Чтобы статус швейцарского саммита мира был признан Москвой и ее участие. Раз они приедут, раз они поучаствуют, значит, эта инициатива станет окончательной. И все вот эти иные инициативы, истамбульская, Эрдоганная, и Китай заявляла о том, что свой саммит хочет провести с участием России, и что без России вообще бессмысленно все сами будет. Что отчасти как бы верно, потому что нужен противник, с которым договариваться. Но, с другой стороны, видите как, это же непонятно, на чем будет базироваться проведение таких альтернативных площадок, конференций мирных по Украине. Потому что в Швейцарии это точно по формуле мира, это международное право, это принцип международной безопасности. И все, что соответствует, ну прежде, соответствует десятилетиями в представлениях о регулировании вот таких конфликтов между странами, между народами и так далее. Ну даже в тех случаях, когда один из них выступает агрессором, как Москва, а второй жертвой, как Украина. А сейчас это все, это с доски сметено. Но Путин заявляет о том, что право силы должно утверждаться, я вот много раз на разных воды повторяю, что главным выводом здесь является и главным итогом того, что делает Путин, отказ от международного права, принципиально. От всех его институтов, от правил, от требований и так далее. Хороший пример для этого, чтобы это доказать. А где здесь ООН? Вот ООН-то организация, которая вообще создана именно для этого, для всего. Где роль ООН? В чем она? Вот пусть мне конкретно укажут. Они даже, кстати, не подписали эту резолюцию, на Морану-то, резолюцию по итогам этого... Коммуники они это называют. Коммуники, да, ну коммуники, ладно, коммуники, это итоговый документ. Вот они не подписали, можешь подпишешь, не подпишешь. Но где организационная и политическая роль ООН? Ее нет. Это значит, что она и не нужна. Так, Марк Захарович, если бы ООН существовал, то этого саммита бы не было. Потому что этот саммит, по сути дела, выполняет те функции, которые должен выполнять ООН. Ну, совершенно точно. То есть здесь это все понятно. Вот скажите мне, пожалуйста, вы все-таки вот сегодня, когда говорят, продолжают уже после... Это же после саммита, это уже после заявления Путина, после того, как, значит, Путин его сделал, значит, по-прежнему говорят о каком-то саммите 2 и о том, что там может присутствовать Россия. Вот вы можете себе представить, вот в вашей картине мира, в той реальности, в которой мы сейчас находимся, вы можете себе представить, вот есть какое-то помещение, в этом помещении находится, но это не помещение ООН, где там, ну просто понятно. А вот какое-то помещение, какая-то комната, в которой находятся представители Запада с одной стороны, Украина с другой стороны и Россия с третьей стороны, и говорят о какой-то вот каком-то мире, о каком-то перемирии, о прекращении боевых действий и так далее. Вот вы можете себе представить, сам характер этого помещения, оно какое, квадратное, овальное? Вы понимаете... На земле оно находится или где-то в другом месте. Представить себе, что они могут собраться и обсуждать, неважно, помещение квадратное или круглое, это возможно, мы же это видели в Стамбуле, представители собрались и там беседовали. Мы не понимаем, как это можно сделать в рамках швейцарского саммита в силу именно того, что в отличие от Стамбула и от стамбульского формата, здесь продекларирована формула мира. Ну да, три принципа из десяти выбраны, но тем не менее базой для них все равно является всем понятные, прозрачные, транспарентные, универсальные правила, которые, в общем, сохраняли мир, глобальный мир долгие десятилетия, избавляя его от перерастания локальных войн, локальных конфликтов в нечто более масштабное. Понимаете? В Стамбуле это было просто, так сказать, под эгидой. Так же, как и минские соглашения отчасти, кстати, отчасти. Там принимали участие и другие посредники, но все-таки в Минске это все было на уровне двухсторонних с посредниками переговоров, которые вырабатывали механизмы, значит, якобы дающие возможность урегулирования между Россией и Украиной. В Стамбуле приблизительно то же самое, это какой-то отчасти такой дубль минского формата, а вот в Швейцарии это принципиально другое, это же международная конференция. Именно посредниками выступает, ну, та часть международного сообщества, говорят, 92 страны приняли участие, ну, а в ООН там около двухсот. Кто может быть презентабельный, только сам ООН, понимаете, где это следовало бы обсуждать, но там вообще ничего, ни о чем не договариваться. Именно в силу, ну, правил, по которым создана ООН, при котором есть право Ветова, постоянно членом Совета Безопасности России, которым он является. И вдруг, неожиданно, одна из стран сама оказалась агрессором, понимаете. И что с этим делать, если фактически это институт не работающий, поскольку блокируются любые, так сказать, действенные решения за счет присутствия Москвы с этим правом Ветова. Что касается швейцарийского мероприятия, оно как-то пытается обойти вот это право Ветова. У Москвы не будет права Ветова. И поэтому Москве неинтересно принимать участие в этом мероприятии, поскольку нет права Ветова. Они просто могут, кстати, уйти, да, и это будет право Ветова. Но решение при признании этого формата может быть принято даже без них. И дальше будут, так сказать, каким-то образом поставлены условия их выполнения. Ну, должны быть поставлены условия. Мы вот приняли, вы же принимали участие в саммите, вы встали и ушли, но это ваше дело. А мы вам предлагаем в течение трех месяцев вывезти все войска. А мы не будем этого выполнять. А нахрена вы принимали участие? Тогда мы введем миротворческие силы, какими-то сказками, и тогда попробуйте по ним пострелять. Ну, я реконструирую невозможную реальность, но логика понятна. Но Москва будет избегать этого саммита, поскольку она не рулит его правилами. Вот в чем все дело. В ООН она рулит правилами. Скажут, а как она же там в меньшинстве? Ну, так у нее же есть ручка-самописка. А где здесь право Ветова в Швейцарском саммите? Поэтому уговаривать Москву, ну, могут приехать посидеть там Рябков или, в конце концов, сам Лавров. Так что это меняет? Они не приедут, если не будет установки на то, что у нас особые права. У нас особые, не в рамках вот всего того, что вы выработали, позиция, которая должна приниматься как приемлемая. Мы можем обсуждать детали, но не можем обсуждать принципов. А принципы следующие. Право силы. Мы, значит, захватили часть территории, и мы хотим это не статализовать. Но международного, поскольку мы внутринациональны, уже не статализовали. Мы, эти субъекты федерации, четыре области Украины, включили в свою конституцию. И поэтому мы отказываться от этого не желаем и не будем. И вы, пожалуйста, за административных границ нашей территории, он же сказал, наш, что ли, освободите. Выведите войска с наших территорий. Значит, безумие. Ну, так по такому принципу завтра как? Ну, давайте это все сделаем абсурдным до конца. Значит, включить Аляску и скажите, вы, пожалуйста, освободите. А с Аляски, значит, ну, как? Ну, там они так не сделают, потому что там можно не получить. А здесь как бы это вот пытаются навязать. Почему? Включить в конституцию запросто. Можно Калифорнию включить, вспомнить, Порт-Росс и так далее. Это понятно. Да, то есть это дурацкое дело нехитрое. Марк Захарович, ну, хорошо. А какие сценарии вообще вот вы видите? Завершение войны или ее вечного продолжения? Вообще что? Что вот попытка просто сконструировать? Что вот из этого бульона, который сейчас варится на всемирной кухне? Что из этого может выйти? Какие вы видите сценарии? Ну, я буду говорить о сценариях 24-го года. Это не окончание войны, а то, что внутри этого года будет происходить, уже половина года осталось, собственно говоря. Год должен был ознаменоваться наступлением российских войск, более успешным, чем он идет сейчас. Это очевидно. Вот Белоус, министр обороны заявил, что 800 квадратных километров территория вновь в 24-м году захвачена. 200 квадратных километров приходится на Харьковскую область, ну, вот до Вовчатска. Вот. 24-й год должен был ознаменоваться в противоположность к 23-му году, когда было контрнаступление украинское, и оно и было неуспешным. Как раз успешное наступление. Но пока так не складывается. Вот уже заканчивается первый месяц лета, и точно пока не видно, чтобы Москва там, не знаю, заняла Харьков, продвинулся существенно на Донецком направлении, на том же Авдеевском и так далее. Это говорит о чем? О том, что есть некий элемент выжидательности, он связан, конечно, с выборами в США. Москве не позволяют продвинуться дальше раз за разом. Ну, сначала помощь была все-таки осуществлена, да, принято решение в Конгрессе, помощь пошла, она сейчас идет. Потом разрешение поступило на использование западного оружия для обстрела российской территории. Это важный этап. А потом дискуссия, значит, 26 февраля, идущая по поводу использования контингентов европейских армий на территории Украины президента Франции Макроном, она сейчас, видимо, входит в какую-то завершающую стадию. Неслучайно Орбан решил публично озвучить это, что военная миссия НАТО какая-то должна появиться в Украине, и что они не будут в этом принимать участие. Но, видимо, я так думаю, что это что-то рядом с тем, что обсуждалось очень долго, там, с появлением инструкторов, каких-то баз и так далее. Видимо. Иначе Орбан это бы не засветил, если бы было что-то ничтожное. Далее. Третье. Видимо, надо учитывать, что серьезно обсуждается, пока кулуарно, пока негласно, создание бесполетной зоны на территории Украины. Именно со стороны третьих стран, союзников Украины, это натовские страны, которые могут использовать свои средства и авиационную технику с пивотами, со своими, для обеспечения безопасности крупнейших населенных пунктов на территории Украины. Конечно, вот как в прямом роге сейчас по 9 человек погибали, ну, это как бы тоже для них издержка бешеная, потому что гибнут и гибнут люди, но надо с этим что-то делать. Ну, что, два с половиной года они не могут сподобиться с тем, чтобы просто сбивать ракеты, дроны, КАБы и все остальное над территорией Украины. То есть это можно воспринимать, как конфликт с Москвой, но, честно говоря, не вполне. Поэтому Запад тоже должен в течение этого года вот эти основные решения окончательно принять, по ним определиться. Вот это я прогнозирую и думаю, что какие-то решения будут такого рода приняты. Наряду с обещанными давным-давно, уже, бог знает, с декабря 2022 года поставки Мех-16, на которых обучаются пилоты, там, не знаю, несчастные эти Таурус немецкие, ракеты, сколько их можно уже обмусоливать и так далее, и так далее. То есть эта вся техника, она эффективная, безусловно, она должна оказаться в руках Украины. Вот если весь этот набор мер будет осуществлен, то можно с высокой степени говорить, что точно наступление российское не увенчается успехом и до осени ничего не произойдет. И в ходе осени-зимы обычно замирание происходит на осень-зиму. В 2024 году ничем не закончится, но для России успехом это точно. Останутся все условия вот этого войны, некого относительно равновесия. И 2025 год, в который неизбежно войдет война, уже, возможно, снова президентом, может, прежним президентом США, он будет действительно решающим, потому что изменится одна из главных фигур игроков. Это если она изменится, президент Соединенных Штатов Америки. Потому что, если бы это был президент, от которого ожидаешь продолжения в том или ином виде, интенсивнее или менее интенсивное продолжение политики предшественника, то мы бы не говорили о Трампе. Ну, придет Трамп, придет Вася, Пряник, Джон, еще кто-то, не важно. Здесь важно. И вот в зависимости 2025 год сложится от того, какими будут решения, если это будет новый президент. Но даже если это и останется президент Байден, он должен определиться в свою четырехлетнюю каденцию, хочет он прекратить войну или нет. Это первый вопрос. И второй, какими средствами. Мы видим в течение всех этих двух с половиной лет войны, что прекратить войну, остановить войну, можно только радикализацией средств, используемых для этого. Но никак не уступками, потому что эти уступки соблазняют Москву к еще большему давлению на Украину. То есть, условно говоря, как я себе представляю конструкцию, тайные переговоры между Москвой и Вашингтоном были. Они разговаривают. Не надо двигаться на хайп, не делайте это. Потому что будут жертвы. Вы меняете политическую ситуацию до невозможности договариваться с вами. Нам общественное мнение, нам круги различные будут предлагать предоставить дополнительное вооружение в Украине. Мы вынуждены будем на это пойти. Нас будут заставлять использовать свои же вооружения, предоставленные в Украине, для обстрелов. Ваши идеи не делайте это. Москвой это сделал. Соответственно, прозвучало согласие Пентагона, Белого дома, на использование американского оружия. То есть, раз за разом Москва, видимо, нарушает какие-то, ну не то, что договоренности, а переговоры, которые должны были увенчаться хоть каким-то относительным результатом. И вот это все может быть изменено в ходе выборов и по исходу их. Потому что, повторяю, меньше будет обременений у того же Байдена, это его второй срок, ему уже терять нечего, значит, он может предоставить уже томогахки, в конце концов, в Украине, чтобы они до Москвы долетали. Ну, я утрирую, я как бы говорю, что, а что, какая, ну, я предоставил, а они там, что они там забомбили, ну, это уже не к нам вопрос. Ну, и так далее. То есть, это ситуация, при которой куда больше развязываются руки, ну, и Трамп, который непредсказуем, он может в одну сторону, может в другую, но в любом случае это обновление ситуации и ее перезагрузка в 25-м году, которая должна, в общем, дать какой-то результат. Марк Захарович, ну, вот, смотрите, у нас сегодня 22 июня. Да. Понимаете, да, все понимают, что это за день, 22 июня, ровно в 4 часа. Да, правильно, да. И в Бомбиле, вот, и на самом деле, вот эти совпадения, они не случайны, не потому что сегодня 22 июня, а вообще. Вот, ну, практически тут много сейчас появляется, так сказать, видео с выступлениями Гитлера накануне войны, вот как раз перед 22 июня, и выступления Путина накануне войны, практически риторика совпадает один в один. И вообще совпадения такие вот, ну, как бы, знаете, как совпадения, не думаю, да, 22 июня, ровно в 4 часа Киев бомбили, и здесь 24 февраля, ровно в 5 часов Киев бомбили тоже. Тогда было принято решение, правда, не сразу, западом, коллективным западом, как сейчас можно говорить, уничтожение Третьего рейха. Цель войны была очевидна. Целью войны было не освобождение Франции, значит, прекращение бомбардировок Лондона, там не было задачи, там еще какие-то частные вопросы решить, а была задача правильная, адекватная, вот адекватная угроза, которая была тогда, была адекватная цель, поставленная антигитлеровской коалицией, уничтожение Третьего рейха. Ликвидация этого государственного образования. Сейчас об этом ни один западный политик не говорит, вообще ни один. У меня возникает вопрос, а можно ли прекратить войну, не ставя такой цель? И второй вопрос, из этого же вытекающего. Считаете ли вы, что когда-то может образоваться такой политик, который произнесет, или из дни ныне действующих, или новый какой-то придет, который произнесет эту фразу и поставит такую цель, и сплотит Запад именно под эту цель, под такую вот антипутинскую коалицию, которая ставит такие цели? Вы знаете, ведь после даже краха рейха, этого 12-летнего опыта национал-социализма, ведь подобное же было. Ведь рухнул полис противостояния с Западом в лице Москвы именно с падением СССР. В конечном итоге, с исчезновением самого субъекта Советского Союза. Да, это произошло сразу после известного события внутри страны, связанного с августовским путем в 1991 году, но в декабре просто исчез сам Советский Союз. То есть и Третий рейх исчез, и Советский Союз исчез. Понимаете, разница только в том, что действительно Третий рейх исчез путем фактически его оккупации, и создания на месте Третьего рейха, со всем тем набором и багажом идей. Они, кстати, не только в этот 12-летний опыт национал-социалистический уместились, очень много им предшествовало, это же и проблемы Версальского мира, испытанные вот эти фантомные боли, связанные с унижением Германии, весь тот набор. А многое, что предшествовало еще даже до Первой мировой войны, с этими бесконечными препирательствами за колонии и так далее. Этого не было в Советском Союзе, вот этой внешней оккупации не было. А где она была? Ее не было. Был распад, как следствие, в общем, полного банкротства и идеологии экономики, и военной машины. Это было полное банкротство, потому что гонка вооружения привела к экономическому крафту распределительной экономики, одновременно абсолютно исчерпала себя идеология коммунистическая, построение коммунистического общества. Это на дураков было рассчитано, так сказать, уже, я не знаю, с 70-х годов, представление о будущем, о построении коммунизма и всем наборам. Что из этого соответствует происходящему сегодня? Пока ничего, потому что идеология не ветшает, потому что ее просто нет. Ее нет. Ее нет, да. Нет, ну, какие-то эрзации он использует и так далее, но это все не то. Единой идеологии, которая бы скрепляла это движение, ее нет. Далее, фигура диктатора, она есть. Далее, значит, система, образующая элементы, да, прежде всего ПСБ, которые, ну, мы имеем в виду спецслужбы, которые образуют, в общем, ядро политической системы, как раньше в Конституции Брежневской было написано, а КПСС, да. Ядро это есть. Значит, можно ли победить без внешней оккупации и без краха в этом соревновании, это и военное соревнование, и политическое соревнование, это в этой войне и эту систему, да, победить? Практически нет. То есть, грубо говоря, Путин может уступить в Украине какую-то часть, где-то договориться, но если он не исчезнет как олицетворение системы, как ее основу, как ее бенефицар, как ее арбитр, как, не знаю, фронтмен, если хотите, да, любые, может, дефиниции использовать, то, безусловно, это все продолжится. Тем более, что он включает предохранительный механизм от краха. Какие? Военные союзы. Смотрите, Северная Корея. Он причем обезьянничает, а Украина 13 июня заключает на G7 соглашение о гарантии безопасности, и этот заключает о сотрудничестве с Северной Кореей, нападает на одного, помогает другой, военный обмен и так далее. Значит, Корея становится, Северная Корея, агрессивный, бедный, нищий, затравленный такой кусок земли в Южно-Тихоокеанском бассейне. Он представляет угрозу глобальной. Вот удивительное дело. Там риса не хватает, голод, но есть ракеты ядерные, видите? То есть повторение именно этого опыта, при котором, не важно, какая у тебя экономика, не важно, как социально обустроено население, но, обладая ядерным оружием, ты представляешь его. И третье. Он хочет копировать эту систему. Вот тоже очень важно. Он пытается через 80-летний опыт власти Кимов в Северной Корее создать нечто подобное же. За своим 25-летним сроком оставить династическую систему. Вот я, кстати, у вас ее тоже обсуждал накануне его инаугурации. Много критики было. Ну, кто тебе сказал, что женщины взаимопостры? А там все гораздо сложнее. Не так вот линейно, что Тихоновы или Воронцовы должны стать во главе государства. Не об этом же речь, а вот в движении, так сказать, внутрь власти, исключительно по родственному принципу, неважно, кого это касается, там, Сына Ковальчука в счетной палате, Патрушева вице-премьера или Цивилевой, двоюродной племянницы Путина в качестве замминистра обороны, ее мужа Цивилева, министра в этом же правительстве и так далее, и так далее, и так далее. То есть она разнообразно себя реализует, эта система, и это тоже северокорейский опыт, что должны оставаться только родственники. Там тоже, кстати, замечу, помимо семьи Кима, его сеструхи и так далее, там дохрена этих генералов, которые еще, значит, дети их уже, этих генералов, которые еще начинали с Ким Ир Сен, понимаете? Еще даже с его группой, которая была заброшена, обучались они в российских школах специальных, там, военных и других. То есть это говорит о том, что, в принципе, северокорейский вариант, он не в буквальном смысле копируется, но он является опытом, который собирается использовать. Можно ли победить эту систему? Ну, во-первых, в России часто бывало так, умирает диктатор, умирает система, да? Или умирает власть, скажем так, в жизни. Вот. Но там оставалась идеология, там оставались, преемничество шло идеологическое, там же не, как я говорю, Вася Сталин, генерал, летчик-пьяница, или там гулящая Надежда, это, Аллилуева, Светлана, Светлана, извините, значит, приняли власть из рук Сталина. Нет. Там был идеологический конструкт Политбюро. Вот они и принимали власть, и дрались дальше сами. Здесь Путин, извлекая эти уроки, пытается изменить это все. Сможет он или нет, это открытый вопрос. Это открытый вопрос. Делать он это будет. А получится или нет, нет. Но в любом случае, я хочу сказать, что да, без краха внутри самой России этой системы, этой власти, безопасным мир не станет. Безопасным мир не станет. Избежать ядерной войны не сможет. Я вот так обострю даже. Что рано или поздно, Путин или его приемки, его окружение или сам он, но это ядерное оружие, наверняка, ружье, висящее на сцене, оно выстрелит. Но так устроен мир, так исторический процесс складывается. Куда-то они херанут эту богу. И поэтому, конечно, придет, наверное, политика. Вот вы спрашиваете, придет ли политика. Правильно, их там выбирают. Ну, охотно верим, что наряду с 25-летним правлением Путина появится и на Западе, в Америке, например, политик, который скажет, ну, с этим надо заканчивать, мы не можем вечно в этом состоянии находиться. Я думаю, что да, это допустимо, потому что выборы дают такой шанс. Они сменяемые власть России не дают. И я много раз говорил, да, Путины приходят и уходят. Хотя он говорит, что я-то вот сижу, а политики там меняются с чехардой, как в Калейдоскопе. Так вот, Путина приходит и уходит, а Америка остается. А где тут Советский Союз? Где-то страна большевистская. Где окажется просто совок ведь. Так что это такая, знаете, система. Худшее, что может быть, это дождаться смерти Путина и ждать, что это приведет к перемену. Хотя в русской истории именно так происходит. Марк Михайлович, ну, смотрите, значит, то, что вы сказали, что рано или поздно придет человек, который скажет, что надо дать адекватные ответы, нужно как раз, ну, просто сформулировать цель адекватного ответа. Это уничтожение путинского рейха. Значит, пока и такого человека нет, выборы, которые будут 6 ноября, скорее всего, не породят такого нового человека, потому что мы видим, что там люди совсем, мягко говоря, не новые. Ни один из этих людей такого ничего не скажет. Значит, ну, как бы и в Европе, да, там есть возможности, но есть возможности прихода таких людей, но нет возможности, что у этих людей будет ресурс, который может таким образом сплотить, так сказать, сплотить могут Соединенные Штаты Америки, может быть Франция, ну, так сказать, вряд ли там, может быть Великобритания, но вряд ли какие-то другие страны могут выдвинуть такую идею, которая за собой поведет всех остальных. Поэтому возникает вопрос. Вы совершенно справедливо сказали, что существует возможность не только, так сказать, внешнего удара и уничтожения путинского режима извне, но и саморазрушения этого режима изнутри. И в этом связи вопрос возникает. Вот мы с вами рисовали, вернее, вы по моей просьбе рисовали какие-то сценарии на завершении войны, а вообще роль российской оппозиции, ну, я не знаю, я не очень люблю слово оппозиция, потому что оппозиция это те, кто собирается прийти в к власти в результате. Ну, роль российского протеста во всем этом, она вообще есть или ее нет, или она как-то формируется, и может она, может вообще российский протест, который, ну, собственно говоря, ну, в какой-то степени я, например, считаю себя, хоть не вижу какой-то конкретной вины в том, что Путин пришел к власти, но считаю себя ответственным. Это было при мне, это я жил тогда в России и ничего не смог сделать, и, в общем, мне, не скажу, что я там бью себя в грудь постоянно, потому что, ну, я не мог это сделать, но тем не менее, вот российский протест, роль российского протеста во всем этом. Ну, вы знаете, мы должны честно констатировать, в основном организованные его формы есть только в эмиграции внутри России, это в лучшем случае какое-то подполье, вот, это какая-то негласная фронда, люди, которые там в разных средах, есть и актив какой-то, ну, я с ним общаюсь, есть, ну, это наши активисты, все мы их знаем, они, так сказать, по разным местам сейчас, есть и внутри. В основном в специально охраняемых местах. Ну, естественно, да, но остаются какие-то, так сказать, более низкого уровня активисты, они на связи находятся, безусловно, они что-то сообщают, они как-то рассказывают, вот, но они организованными не являются, и они не могут ничего, ничего предложить там, внутри России, во всяком случае, это констатация очевидная. Есть внутри сред, там, не власти, а, скажем так, каких-то групп, экономических групп и так далее, с бизнесом связанных, которые тоже такое какое-то, имеет недовольство, оно ничем не выражено, и они его не реализуют никак. То есть, надежда только на эмиграцию, потому что она может свободно выражаться, у нее есть коммуникация, у нее есть связь с Западом, у нее есть связь с Украиной, в конце концов, у нее есть, должны быть какие-то свои планы, ресурсы и так далее. Скажем так, практически ничего из этого не работает на конечную цель. То есть, никто не предложил и никоим образом не консолидировал эти усилия в части какого-то выработки действенного плана или исследования. Ну, я просто его не вижу. Он какой? Есть разрозненные инициативы, мы их много раз обсуждали, и нету главного понимания о том, как этот режим должен быть преодолен, как он должен пасть. Понимаете, значимая часть считает, что ни в коем случае не надо озвучивать радикальные сценарии, тем более за ними следовать, потому что это может вызвать ряд негативных последствий и для тех, кто внутри России, для них самих за границей, и Западу, которым это не очень нравится, и в силу своей слабости и малочисленности мы будем выглядеть неуместно и неубедительно, и так далее. Есть небольшая часть, которая говорит, надо себе честно признаться, что режим этот пасть может только в результате силового варианта. Он может быть разнообразным, начиная от вторжения внешнего до, значит, внутри самой России событий, мы вот сейчас годовщину их отмечаем, по ходу Пригожина, марша справедливости, он его так покойно Пригожин называл и так далее, который может вызвать со своим фактом вообще событий, хода этих, да, другие хаосные явления, в которые может вовлечься оппозиция, и в этом случае, когда в ходе марша там Ходорковский призывал не то, чтобы поддержать Пригожина, а вовлечься в это, я считаю, что он не обманывал, он не то, чтобы Пригожина поддерживал, он говорил о том, что давайте этим воспользуемся. Ну, как получилось, так получилось, может, это не очень уклюже было, но он-то вообще все правильно сказал, что нужно использовать любые события, которые происходят внутри власти для того, чтобы добиться своих целей. Могут такие возникнуть события, именно силового характера, исключать нельзя, раз это было один раз, что бывает один раз, повторяется часто и второй, и третий, и так далее. С какой периодичностью и когда, мы этого не знаем, но это будет зависеть от успехов или неуспехов на фронте, довольства и недовольства солдат, офицеров, армии в целом. Этого тоже не исключаем, но я повторяю, есть русская оппозиция, наконец, определиться в том, что да, все способы попробованы, все сценарии попробованы, ничего не выходит, мы должны для себя решить, что да, силовой вариант это единственная возможность, но этого пока нет и это пока не просматривается в принципе. Сейчас они готовятся к муниципальным выборам, которые должны пройти в сентябре, буквально готовятся, готовят наблюдатели, пытаются кого-то регистрировать и так далее. Ну вот ответ значимый, я повторяю, большей части российской оппозиции на запрос о плане борьбы с путинской системой и Кремлем. Если это такой ответ, ну для меня в этом ответе, вот я не буду там выпячивать, но для меня здесь нет ничего, то есть я, мне нет ни места, ни понимания, ни роли и подобно мне, и вот и вам нет, Игоря Александровича, и другим. Ну просто как бы участвовать в чем, давайте готовить наблюдателей, давайте, значит, какую-то пропаганду осуществлять в сети, там за каких-то кандидатов. Ну мы же видели, вот только что прошли так называемые выборы 16 марта. Мы же видели, чем это все закончилось, и акции эти полденья, все остальное, мы все видели. Накануне был убит Навальный 16 февраля, ну 17 марта, конечно, так называемые выборы. Поэтому, честно говоря, если продолжать в этой повестке существовать, то роли никакой не будет, потому что так уже попробовали разговоры, потому что Надеждин победит у Путина, ну вот можно продолжать, никто им не мешает. Где тот Надеждин, где его партия, где его консолидация? Надеждин я знаю где, Надеждин сейчас у Соловьева в телевизоре, он активно, просто я же вижу его практически. Ну что, он сейчас, нет, ну я-то смотрю, поэтому я знаю, я за этим за всем слежу. Надеждин сейчас находится у Соловьева в телевизоре, он там улыбается, он там кривляется, он там, так сказать, подмигивает всем, он там пытается там что-то такое изобразить из себя, но он там... Из него повестку делали, из него целую повестку делали. То есть, на самом деле, вот, понимаете, история такая противная штука, она выводит всех на чистую воду. Конечно. Когда это все возникало, то, значит, возникали, а это чей, а это чей? Ну ясно теперь, что это безусловно проект Кириенко. Надеждин это проект Кириенко на 100%. Нет, ну это было там, можно было говорить, можно было сомневаться, а вдруг это действительно, так сказать, сам человек. Нет, это проект Кириенко, вот сейчас этот проект Кириенко мы видим в телевизоре, он, так сказать, вот как бы составляет компанию, не зовут туда никого, там, я уж не говорил, Гозмана, там никого не зовут. Нет, туда, туда вот, там, там как бы на подтанцовке у Соловьева находится Надеждин. Так что вот все, все понятно. Я не уверен, Марк Захарович, что мы должны всерьез говорить об этой части людей, которых нельзя назвать ни российской оппозицией, ни протестом, ничем. Это люди, да, которые могут быть, у которых есть, скажем, некоторые, может быть, стилистические, может быть, какие-то отдельные интонационные несогласия с путинским режимом. Ну, такие есть и внутри самого режима, тот же Соловьев там критикует Путина с другой стороны. Вот это все, я считаю, не заслуживает внимания. Но есть, например, вот та конференция, та встреча во Львове, которая была у вас с представителями российских вооруженных формирований, которые воюют бок о бок с украинскими ВСУ. И, в общем, идея создания российской освободительной армии, которая может действительно сыграть свою роль. И вот она-то может поставить задачу при определенных условиях. Да, конечно, вот сейчас взять и опрокинуть оккупационную армию, конечно, не могут никакие отряды. Но если поставить такую задачу, если действительно создать где-то центр формирования, так сказать, вложить в это деньги, потому что на самом деле обеспечить безопасность людям, которые хотят безопасность, понятно, безопасность на фронте обеспечить невозможно, но безопасность в том числе и семьям, людей, которые готовы перейти на сторону Украины. И я думаю, что в целом из нескольких миллионов людей, которые против Путина, набрать несколько десятков тысяч людей, которые готовы, ну просто хотя бы полпроцента из тех, кто против Путина, полпроцента людей, которые умеют держать в руках оружие и готовы это оружие применить, вот для этой цели, при определенных условиях выявить этих людей, попробовать из них сформировать российскую добровольческую освободительную армию, мне кажется, это не такой уж фантастический вариант, но по крайней мере менее фантастический, чем освободить Россию с помощью выборов или чем освободить Россию с помощью переговоров. Вот мне кажется, знаете, вот в таких случаях, как говорят, из всех вариантов, отбрасывают совсем невозможные и остается один, который, несмотря на всю свою фантастичность, оказывается верным. Вот что здесь может быть? Что касается Львовского форума. Он второй форум по отношению к первому, который был за два месяца до того, это первый был форум поддержки российских добровольцев, дальше он плавно, тематически перекочевал в поддержку Украины как таковой, что наверное правильно, потому что это расширяет базу, потому что не только российские добровольцы, но, видимо, политические силы, кто-то готов российских добровольцев поддерживать, кто-то там какие-то свои по этому виду имеет. Форум не удался в целом. Почему? Потому что, ну, там и оффлайн мало народу приехало достаточно для того, чтобы сказать, что он презентабельный, но онлайн принимали участие очень многие, и Каспаров выступал, и Ходорковский, Акунин, Шандерович, масса людей. Понимали ли они цели и задачи единообразны? Вот то, о чем вы сказали. Нет. Нет. Из Гудогового меморандума там многие просто не подписали. Просто не подписали. Хотя есть представители Ходорковского подписали, его присутствовавшие там, ну, форумы «Свободная Россия», безусловно, они поддерживают эту повестку там очень активно. Евгения Черикова нам хорошо известная, там ряд других. Но в целом я бы сказал, что это не является мейнстримным направлением внутри русского движения протеста, как вы его называете, или оппозиции в эмиграции точно. Потому что продолжаются те же страхи. Одни говорят, что уже имеющиеся соединения русских, это все фейк-соединения. Это какие-то, значит, люди, которые просто существуют для информационной пропаганды и не более того. Это неправда, они там погибают. Это ложь, это ложь. Военные эксперты украинские говорят о том, что они действительно сейчас... Я знаю, погибли. Я знал их живыми, а потом они погибли. И так далее. Я перед ними выступал. Я просто с ними общался. С женой убитого сотника мы общаемся на этих форумах. Она возглавляет фонд помощи таким потерявшим семьи военнослужащим и так далее. То есть, ну, есть такой тезис. Второй тезис – это, ой, нам страшно. Если мы к этому присоединились, Путин нас всех убьет. Под этим есть основания. Это глупо отрицать. Что Путин будет резче относиться, но он без даже этого записывает актера в террористы. В террористе Лазарева. Какой из нее? Акуин террорист. Ну, то есть, получается, вы пытаетесь не обмануть его о вас ожиданий, что ли? Что нет, мы не террористы. Вот, пожалуйста, не вносите на список. Я вас все равно выносил за ваши книжки и выступления. Так какая разница? Так уж соответствуйте. Ну, логично? Логично. Понимаете? Нас там и на агенты судят. Вот меня сейчас суд идет, басман судят. Мне что надо опровергать, что я распространял о том, что в будущем был геноцид, за что меня судят, что я говорю, что убивали людей. Простите меня, мне что надо. Зачем нам обманывать себя и других? То есть, нужно соответствовать. Раз они считают нас террористами, а в террористы записывают всех, кто против этого режима, с насильственным, ненасильственным способом пытаясь свергать эту власть. Им не важно. Но, во всяком случае, этот тезис работает. И страх, и коктейль из страха, и из такого, знаете, ни в коем случае не злить. Вот давайте соответствовать того, что мы делали в России, чтобы не злить, чтобы на нас. Это правозащитная зачастую такая позиция, что мы не должны вовлекаться настолько в политику, чтобы по отношению к нам не начались такие же репрессии, как во всем остальном. Ну, сейчас вопрос снят. Сажают вообще несчастных каких-то там. Вот Артем Кригер наш. Не знаю, вы знали его или нет. Ну, Артем. Ну, Артем. Я с ним эфиры вел постоянно. Ну, да, да. Вот, понимаете, что Артем. Молодой человек, который опросы на улицах делает. Теперь будет сидеть за... Якова 19-й год запиливают статью, обыск провели. Ну, я с ним общался, надо было уезжать. Ну, там какие-то свои. Там дядя сидит, там, Миша Кригер. Ну, то есть, я к тому, что он не разбирает режим, он всех скручивает. Вот у меня вот недавно был эфир. Буквально я рассказал историю 15-летнего мальчика, которого на 5 лет посадили. Понимаете? Из Орловской области. Значит, вот я его рассказывал историю. Очень красноречивая история. Зовут его Турбин Арсений. Родился 19 августа 2008 года. Жил в городе Ливной Орловской области. Учился в лицее. 15 лет. 20 июня 1924 года по части 2 статьи 205 и 5 частью деятельности организации, которая в соответствии с российским законодательством признана террористичкой, приговорила к 5 годам лишения свободы воспитательной колонии. С 5 сентября 1923 года по 31 мая 1924 он находился под домашним арестом. Ученик. Освобожден под подписку о невиде. Взят под стражу 20 июня 1924 года, когда был вынесен приговор. Это я мемориал, список цитирую. Правозащитный центр. Просто интересно. Если они, школьников, записывают в террористов. Понимаете? Вот действуют так, как они действуют. Я не понимаю, откуда эта риторика по поводу того, что нет, мы не должны быть такими же, мы должны вести себя по-другому. Так вас не различает до степени смешения. Вы все равно остаетесь для режима угрозы, равной бойцу РДК или Легиона. Но этот тезис звучит, и мы его слышим. Далее. Есть еще одна вещь. Если мы поддержим силовой захват, то мы станем предателями. Мы станем власовцами. Мы станем людьми, которые пошли против своего народа. Не против власти, а народа. Страны. Мы предатели. Ну, во-первых, историю пишут победители. Ленин, извините, он деньги взял с генштаба. Правда, тут никто таких денег не предлагает. И вообще не предлагает. Но, тем не менее, историю-то он написал советского государства. Начнем с этого. А во-вторых, это ситуационно. Кто победил, тот и прав. И Путин окажется. В том-то и дело. Ведь, Марк Захарович, у Ленина был прямой тезис поражения собственного правительства. Да. Это был тезис чисто предательский. Более того. Конечно. На самом деле, и вы абсолютно правы, историю пишут победители. Но вот все то, что мы с вами сейчас говорим, ведь, ну, нет, ну, кроме вранья, откровенного вранья, что российские добровольческие объединения являются, так сказать, просто мыльными путями. Это вранье, которое опровергается просто-просто пактами. Откровенным, так сказать, ударом в лицо. За вранье, за клевету, за ложь в отношении героев. Ну, естественно, скорее всего, все-таки пактами. Понимаете, как? Это ведь тоже говорится, чтобы спрятаться за этим. Понимаете? Спрятаться, чтобы не брать... Да это все, нет ничего. Вот про какие-то армии мифические рассказы, про каких-то русских, которые воюют в этих соединениях. Ничего там нет. Оставьте нас в покое, иначе вы нас втянете в неприятные... Ну, и надо, Марк Захарович, ну, надо оставить их в покое. То есть, понимаете, я при всей моей симпатии к Льву Пономареву, я не думаю, что в обозримый период он окажется, так сказать, в числе организаторов российской... Нет, это у меня не будет. Ну, и ладно, у каждого... Слушайте, у меня давным-давно уже, очень давно, еще в относительно травоядные времена, сформировалась концепция политической дополнительности. Ну, вот занимается Пономарев правозащитой, пусть занимается. И не надо его трогать. Значит, копошатся там, там КАЦ и прочие, копошатся вокруг выборов. Ну, и на здоровье, в конце концов. Но надо просто вычеркнуть этих людей из числа наших союзников. Они не союзники, они не собеседники. По данному вопросу, по поводу окончания путинского режима, они не собеседники. На здоровье, пусть они занимаются своим делом. Пусть Надеждин дальше, так сказать, дебатирует с Соловьевым и создает ему массовку. Люди, которые верят Надеждину, ну, в конце концов, там, в каких-то социальных сетях можно их разубеждать. Но они не должны мешать, они не должны мешать делу, понимаете? И поэтому, кого там большинство... Я, конечно, понимаю, что там обращение Коктова у Владимира Ильича не красит никого. Но, тем не менее, Ленину было плевать. Ленин был по поводу политической победы. Ленин ее одержал. Он было плевать в меньшинстве. Он ни одни выборы не выиграл. Он всегда был в меньшинстве. Всегда. И в учрежденном собрании был в меньшинстве. И в советах он был в меньшинстве. Везде он был в меньшинстве. И, тем не менее, он победил. То есть, понятно, что методика Ленина, она абсолютно неприемлема. А мы, конечно, мы же не исходим. Мы говорим о тактике, а никак не о... Да, но принцип, победительная тактика. Да плевать, на самом деле, то, что огромное количество населения Российской Федерации не готово к этому. Ну и что? В конце концов, я прошу прощения, мы действительно сейчас, в настоящий момент, у нас две рифмы. С одной стороны, это 22 июня, это начало Российской части, то, что называлось Великая Отечественная война. И второе, это Пригожинский мятеж. И Пригожин дошел до Кремля, фактически, если бы захотел, дошел бы. Со своими двумя бригадами жалкими. Понимаете, если российская добровольческая армия серьезная, да плюс еще неизвестно, что на фронте будет происходить. И эффект генерала Попова, который, на самом деле, если бы он, на самом деле, ставил такие задачи, как Пригожин, он бы просто взял Кремль со своей 58-й армией. И там вопросов бы не было, и никто бы против него не пошел. Герой войны, возглавляющий армию, называется Спартак. Понимаете, а у него все, так сказать, гладиаторы. То есть, это и вот такая, и понимаете, здесь действительно, так сказать, вот вся эта история, на самом деле, как мне кажется, она вовлекает в себя, она обладает возможностью вовлекать в себя все новых и новых людей. Я уверен, что вот сейчас, в настоящий момент, я знаю, что Ходорковский не поддерживает эту идею. Не поддерживает эту идею. Но Ходорковский поддержал Пригожина, когда возникла движуха, и если возникнет движуха, Ходорковский тут же, тут же, в момент окажется с нами. Вот тут же, в этот же момент. Поэтому здесь вопрос, вопрос просто создания, создания мощного движения, хотя бы состоящего из абсолютного меньшинства. Вот у меня представление такое, что все-таки, так сказать, что называется, нужна политическая воля. У Каспарова, у вас, у людей, у которых есть энергетика, у которых есть моторный ресурс, физический ресурс, и есть какая-то известность и авторитет. И у меня такое ощущение, что нужно просто складывать вот это ядро. Еще раз, называю конкретно фамилии, имена. Это Фегин, это Каспаров, это, возможно, еще какие-то люди. Но это люди, которые... Ну, это специально соединение командования РДК и легионов. Да, да, безусловно. Безусловно, оно в этом направлении развивается. Есть элемент слабости этого всего, он нельзя отрицать, он заключается именно в том, что нет поддержки Запада в этом вопросе. Ее определенно нет. Во-вторых, есть некая слабость взаимодействия с киевским руководством, оно пока не воспринимает представителей Российской Федерации. Они все знают, там, Миша Подоляк приходит, мы с ним подалеком общаемся на эту тему. Все. Но пока это дистанция. Она должна быть... Да, есть финансовая проблема. Есть проблема восприятия этого широкой средой внутри России. Ну, это у всех есть такая проблема. Это общая слабость. То есть, услышат они призыв или нет? Ну, понятно, в эмиграции им проще услышать, и они уже для себя решают присоединяться к такой, значит, работе или нет. Вот сейчас, насколько я понимаю, возобновился диалог по поводу русских паспортов, каких-то альтернатив, хорошего русского. Я слышал это от Каспаровой и Ходорковского. Возможно, они в этом направлении тоже что-то добьются. Но, в целом, я бы сказал, что есть общая слабость. Ощущение слабости, которое не позволяет более решительно действовать. То есть, это часто связано с ходом политических событий и на войне событий. Когда, ну, вот в 22-м году, вот если представить, был подъем. Сейчас есть некий спад. И внутри вопроса войны и политических вопросов и так далее вызван тем, что, во-первых, это много времени идет. Люди теряют мобильность, люди устают, раздражаются. Устают от войны конкретно. Это и касается, не знаю, украинского общественности или общественного мнения на Западе. Русских иммигрантов, живущих очень тяжело. Очень тяжело, испытывающих социальные, материальные, другие проблемы. Для кого-то это ощущение выхода. Потому что, если бы такая большая инициатива пошла, даже для русских иммигрантов, в какой-то части, это бы тоже был выход присоединиться к десятому, тысячу к какому-то серьезному объединению, где платят, где помогают, где амунируют, обучают и дают надежду. Надежду к возвращению хотя бы таким путем. И эта слабость, она, повторяю, преодолевается суммой событий. То есть, новый подъем, новое воодушевление, изменение позиции Запада, изменение позиции Киева. И готовность самих людей в оппозиции, или то, что мы называем протестом, людей значимых, заметных, к тому, чтобы одномоментно консолидироваться. Не уже больше на любого рода издержки этого процесса, не обращать внимания, а двигаться только вперед. У этого шанс есть, возможно, какое-то триггерное событие на это повлияет выбор в США, или там, уж не знаю, какие-то действия благодаря западному оружию со стороны Украины, если упадет Крымский мост, или вторжение в Крым начнется. Это очень хороший повод ответ на предприятие действия на Белгородском, или там, в конце концов, Курском, или другом направлении. Нужно какое-то событие, которое явно переводит это состояние слабости в иное, противоположное, когда воодушевляется, ощущает силу, и вдруг все одномоментно говорят, да-да, так и надо. Ну, так история, склад, снимай, ну, не мне вам рассказывать, она вот такая причудливая, сука, что она ждет каких-то совершенно ничтожных событий, казалось бы, ну, вот что, демонстрация женщин в семнадцатом году. Ну, да, там послали их мужья, там, идите вон к этому, к зимнему дворцу, походите там, да, ну, то есть, а оно, видишь, а, вот так с ними, нагайками, а вон что, а мы тут гарнизон, и пошло-поехало, и полетело. Понятно, что эти события долго ожидались, они вызваны были печальной участью дома Романовых, Николай II, слабейший из царей, потому что все эти списывают на его аристократическую горделивость и так далее. Взял, возглавил, ставку военную, вместо Николая Николаевича, зачем ты это сделал, да, так сказать, каски даже не давал войска, говорил, что не молодцевато выглядеть, касок не было. На войне-то на первом году все в касках сидят, он говорит, вид не молодцевато, фуражка ходить в атаке. Ну, и так далее, там все можно разобрать по частям, и лучше историк это сделать профессионально, но факт с этим фактом. Совпали в этот момент все события, все совпало, понимаете, и оно вот полетело. Наверное, мы накануне каких-то таких событий, мы не знаем, это произойдет завтра и через год, мы не знаем. Но оно запрограммировано историей, что оно должно произойти, или смерть Путина в конце концов, но оно запрограммировано, вот важно это понять. И вот этот ход исторических событий, он вызывает там другой уровень активности, другое там воодушевление, да. Наверное, должно что-то еще дополнительное совпасть. Потому что люди, готовые в это вовлечься, они есть. Но для них нет достаточной мотивации в силу вот этого слабости ощущения. Они должны измениться, трансформироваться. Долго это продолжаться не может. У этого все равно должно найтись решение. Марк Захачев, спасибо вам за ваш анализ. И как обычно в наших беседах, я просил бы вас завершить наш разговор ответами на те вопросы, которые я не зову. Ну, вы знаете, я бы последнее, что хотел сказать, что здесь есть ряд символических событий. Вот посудите сами, в Нормандию на празднование 80-летия высадки союзников едет Зеленский. Едет Зеленский, то есть фактически представляя славян в этом праздновании, ну это поминальное празднование, что там веселого нет, там народ погибло очень много. Едет от всех славян праздновать, отмечать это событие как представитель страны, которая тоже воевала с Гитлером. Понимаете? А Москва туда не приглашена. А почему не приглашена? А потому что он новый Гитлер. По-другому уже не воспринимается. И хоть ты тресни, едет он, этот новый Гитлер, к своему другому Салиму. Но только теперь не на Запад, а на Восток. К северокорейскому пожизненному диктатору династическому. И вот в этом символическом перекличке я вижу, ну вот, такую определенность историческую, которой мы обречены были на нее выйти. Потому что вечно говорят о дихотомии «Восток-Запад в русской душе». То ли мы Европа, то ли Азия, то ли мы Восток, то ли мы еще кто-то. А все стало на свои места. Сама власть определила место русского народа. А вы вот будете стоили такого караван-сарая в восточном. Вот вам там место. А Украина, вот естественным путем, казалось, ну те же православные, те же славяне, что-то. Они определились там, где ему надо быть. Вместе с цивилизованным с западом, с победителями Гитлера и всего, что мы видели в 20 веке. Это означает, что побеждают ты первые, вот эти вот, которые против Гитлера. А те, которые вот такие, они обычно проигрывают. То есть, вне зависимости от правоты, хотя правота понятна на чьей стороне, и кто тут диктатор, и кто тут злодей, и так все ясно, кто на кого напал. Это главный вопрос. А она участь недовидует. Поэтому, как бы кто ни относил-то, вот раздел произведен. Он окончательный. И только от самих, в общем, людей. И это не только простые люди, обыватели. Но и те, кто способны за собой вести, а зависит от того, в какую сторону они пойдут. Туда, в сторону Нормандии или в сторону Синьяна. Вот и все. Мне кажется, сейчас это очень хорошо, что происходит, и уже нельзя будет отыграть обратно. А мы и тут, и там. Нет. Вы вот туда, либо туда. Чем больше таких водоразделов, чем больше этих двух окопов, уже без всяких вариаций, тем, мне кажется, лучше и в историческом смысле. Спасибо, Марк Захарович. Дорогие друзья, с нами был Марк Захарович и остается. Марк Захарович Вегин. Я надеюсь, что ненадолго мы прощаемся. Не бросайте нас надолго. Надо сверять числи периодически. И это не имеет не только теоретическое, не только, так сказать, значение для любознательности, но, возможно, и практическое значение тоже. Спасибо. Спасибо. Удачи вам. Всего вам доброго. До встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok